Итак, всем привет! С вами Игорь Ильич, а это игра в Пентагес. В общем, решил я вспомнить старую, старейшую версию. Это в 13.04.15. Ну, хоть она и не самая ещё старая, но всё-таки версия давнейшая. Вот, сегодня мы поедем, вспомним старое, как всё было раньше, да, и так же я со своими машинами. Я сам его сделал, там сам переделал. Ну, давайте я вам покажу. Достижения у меня пока не потому, что отличается игра, это пиратка как бы, потому что управление вот такое. Так, надо сейчас вот так делать. Вот. Вот так вот. Вот. Графика вот такая. Дать начинать. Давайте начнём с игры побережья. Что-то, почему у меня тут, значит, там. Ну, может, я до этого что-то тут делал, но давайте начинать игру. Давайте посмотрим, что же там такое. Так, это у нас всё понятно. Так, вначале нам дают УАЗ. УАЗ-469 и ЗИЛ-130, да. ЗИЛ-130, да. ЗИЛ-130. Давайте глянем карту. Нам ехать до вот этой точки. Ну, давайте поставим метку пока что. Пусть она будет. Надо поразвязывать карту и потом мы будем кататься уже по ней. Давайте возьмём УАЗ-130. У меня вроде полный привод, как я знаю. Давай, заведём его. Вот, посмотрим, что на него можно поставить. Ну, какие аддончики и всё такое. В общем, игра очень интересная. Я думаю, вам будет, да и мне тем более. Ребят, мы также будем проходить карту заброшенной шахты. Ну, не проходить, а просто кататься по ней. Давайте смотреть, что у нас. Так, сцепка, полуприцеп, цистерна, видать, чтобы повозить. Борт, полуприцеп, борт, прицеп. А нам нужен, наверное, вот этот вот. Ремонт. Да, почему я прописала вот столько? Потому что это нам вдруг понадобится. Ну, потому что машина мощная, я боюсь, что разобью быстро. Стандартные колёса шоссейные, внедорожные, грязевые. Если что, нет, такая у вас машина будет в начале. Ну, она будет заднеприводная, там будут цепи на колёсах. Это я уже сам всё прописал. Вот, давайте начинать. Зил, как говорится, у нас вваживаются в бой. Поехать помесить говнище. Четвёртая передача. В принципе, мы, как видим, Зилок очень хорошо. Даже ей 220 литров у нас максимум. Но заправляться нам не надо, потому что нам до Урала, в принципе, ехать недалеко совсем. В принципе, это вообще недалеко, я вам реально вот говорю. Тут ехать-то пару минут, наверное, займёт. Может, 2-3 минуты где-то. Нет, 3 минуты явно не займёт, но минуту где-то. Вот, ребят, почему так долго не выходят ролики? Помимо, по мере того, как я делаю видео, я ещё делаю свои карты. Вы можете так и перейти на InstaMods, у меня от меня пару работ. Можете заценить, написать и что вообще и как. Да, также, если обнаруживаются баги на моих картах, пишем в комментариях. Это мне очень поможет понять, что с картами не так, что мне надо пиливать, что мне надо делать. Ну, или выпускать ещё третью версию. Очень сейчас, ребят, я делаю новую серию карт. Это будет серия карт Россия. Что же там будет в этих сериях карт? Карты будут называться Россия. Будет Россия 1, Россия 2, Россия 3, Россия 4. Это всё вот эти будут серии идти. Что же в них там будет? В них будут как места, то, что я помню из жизни. Где-то бывал, когда я что-то помню из видеоигр. В основном это из Евротрака, что-то я вспоминаю. Что-то там ещё откуда-то. Ну, в общем, вот так вот. Так, у нас это Урал. Мощная техника, которая мне очень нравится. Ну, что, давайте заводить тогда. Давайте заводить. Поедем. Если что, у меня аркада. Ой-ой-ой, что такое? Аркада, аркада, да? Ну, что, может, просто покатаемся, поедем на неё обратно. Давай. Ой, у нас мужчин что-то случился. Ну, давай поедем вот так вот просто. И не будем торопиться. Нам некуда, в принципе. Больно-таки. Зил, конечно, да. Ой-ой-ой, да, он бешен. Меня! Да, конфузы могут быть. Он у меня очень бешеный. Этот Урал. Я не знаю, как на нём я буду ездить. Давай всё-таки вернёмся в гараж. Слава богу, у меня есть вот. Вот это, как говорится, аркада. Я почему на ней катаюсь? Не очень удобно просто. Потому что неудобно. И, кстати, наверное, вы помните, что теперь внутри... Ну, после какой-то версии нельзя вот так взять, снять, убрать опору для крана и ездить с ним. Но обязательно, чтобы была эта срана опора для крана. А здесь, видишь, убрал и кран остался. Давай уберём платформу с краном. И очень плюс с этой версии, что здесь, когда ты снимаешь, вот это всё убирается. Вот. То есть ты не видишь вот это, что будет реально, как оно выглядит. Так же я переписал немного Урал. Я ему поднял мощности, очень много поднял мощности. И прописал шоссейные колёса. А то Паша тоже молодец. Сделал, значит, Урал. И такой сделал увеличенные колёса. И его внедорожные. То есть, получается, два у нас типа есть колёса. Хочешь, бери увеличенные, тоже внедорожные. Хочешь, бери его дефолтные, но внедорожные. Я решил поумничать и решил немного, как говорится, ну, взять уж правильнее намного. То есть, что у всех машин теперь будут два типа колёса. Это шоссейные. То есть для твёрдой поверхности в гараже, или для минимальной самой грязи, асфальта, или ещё. Ну и стандарт прописал вообще просто. Для того, чтобы было. Так, передний выхлоп будет явно цеплять. Давай наденем. Я так думаю, ремонт очень понравится. Игра очень мне нравится самому. Мне, в принципе, неприятно играть. Потому что игра пойдёт на славу ПК. Ну, и я так полагаю, чем старше игра, тем лучше оптимизация. Ну, понимаете, потому что игра же справилась как бы в то время, когда было ещё вот там то именно время, когда ещё не было таких там технологий. Не как у нас сейчас, там, может, в некоторых играх уже на 40-90 минимум. Имеешь, чтобы, блин, хоть какой-то FPS получить, да? Вот, а раньше ты мог вообще на офисном ПК поиграть. А теперь, ну, такого нет. Такого нет, но, в принципе, всё равно же игры есть. Вот, и напишите, стоит ли мне снимать дальше по спинтаресу, потому что у меня есть также по нему плейлист. Вы можете заглянуть, посмотреть весь спинтарес, как я начинал, как я закончил, что там происходило. Короче, просто в плейлисте столько всякого, шоу, барахла есть. И столько всякого не барахла. В общем, переходите в плейлист, он вылезет у вас во время видео по подсказке. И я думаю, вы посмотрите и очень, и очень словите хорошее насырение. Вот, а Урал тем временем я уже подготовила. Кстати, успела, то есть поставила ремонтный, в принципе. Я думаю, тележку сегодня смысла нет, ставим, потому что она ненужная. Потому что из-за неё, блин, бывают баги, что ты сдаёшь назад, и какой-то баг срабатывает, и в итоге тележка берёт их переворачивать тебя. В общем, есть проблемы. Ну, давайте, наверное, трогаться. Давайте я сейчас тут развернусь. Да, ФПС может просаживаться у меня по каким-то неизведанным причинам. Вот, поэтому будем ехать аккуратненько. Я так думаю, лучше на пониженной. Я сейчас пониженной загубаю. Потому что Урал очень мощный, и на пониженной уж явно он далеко не уедет прям. Но, хоть и не будет быстро очень ехать, но скорость, ребят, не нужна. Мы можем ехать очень медленно. Ну, я боюсь, просто Урал не удержу. Он очень быстрый и очень бешеный. Вот, ребят, у меня вроде там в плейлисте 50 видео, поэтому, если вы захотите его пересмотреть весь, или посмотреть, как всё было, как всё начиналось, как я вообще начал снимать про спинтаррс, какие у меня были проблемы постоянно со звуком. То голос не слышно, то, блин, машину не слышно. В общем, ну, всякая была беда. Но, всё-таки, ребят, я так думаю, что, ну, если посмотреть первое видео и вот это вот последнее видео по спинтаррсу, я так думаю, ну, видно эволюцию прям как, ну, как поменялось у меня, примерно, озвучка и всё такое. Ну, тем более, ничего прям не поменялось. Вот сраный столб, который я постоянно вот этот стукаюсь. Так, раке надо. Не надо. Ммм. А, неплохо. Кстати, я вам скажу, неплохо. Неплохо на вкус. Блин, блин. Песец. Есть так, как фото. Ну, эээ. Давай без поддёргивания этих. То сейчас он улетит, чёрно, откуда. Мне хоть больно я быстро не собираюсь, мы не торопимся, ребят. Сегодня, может, до Мазорика доползём. Кстати, сегодня, может, Мазорик откроем. 73-10, может. Они у меня тут стоят просто, ну, лежат и всё. Я вчера их, это, ну, высыпал в тарелочку небольшую. Ну, такую, ну, в общем, неважно. Это в тарелочку. Ну, а короны бабай. На ровном месте ты не делился. Я не хочу на это тоже смотреть, может, не вернуть. Всё, спасибо. Вот. Я не знаю, слышно ли там, как я хрустил, ну, ем эти крекеры, но, может, слышно, может, нет. А то, вот меня чё бесит этот Урал? Он на ровном месте схватил какое-то странное дерево. Это дерево вообще даже машину не поломает. Ни в каком веке, только стекло, если там, может, чё-то побьёт. Парса. Старшерский маразм машина, наверное. Так. Что там мы открыли? А, так у нас два варианта. Либо поползти было здесь, либо там. Угу. Если что, играют лица новичка. Так скажем. Ну, идём дальше. А, чё? Посмотреть надо. Какая-то река или что-то типа этого. Вот, очень я стараюсь над так же картами, которые я делаю. Да, и в принципе, вы их можете скачать. Они все для 0.3.16. Я уже перестал прописывать какую-то либо технику. Ну, чтобы вы на старте уж выбрали, которая вам прям нужна. Так же очень стараюсь, но с какими-то серией карт делаю. Вот сейчас вот гоночная трасса у меня серия вот небольшая есть. Ну, там совсем две вроде. Три варианта их. Первый. Это вообще первая самая. 8 на 8. Мне просто погонять часа. Вторая версия была там для 0.3.16. И так же я выпустила гоночную трассу 2.1. Это для мейловской версии, потому что у меня друг играет на мейловской версии. Вот для него пришлось ещё запариваться, блин. Охренительно просто. Для 0.9.11.16 там. Не помню, что для неё. Мне пришлось прописать транспорт. Там каких-то три машины прописал. Не знаю, каких уж там. Водик, КамАЗ, Урал и чё там ещё. Чё-то ещё там было. У него такая проблема, короче, случилась у моего друга. Я им я не буду называть, чтобы не полить его. А то начнёт искать там, блин, по всему стему, потом до него дала молодцы будете. А что? Кутканё, как говорится. Вот. Он такой мне главное пишет. У тебя гараж не открытый на, ну, на гоночной трассе. Типа, как я должен тебе найти, как открыть гараж? У меня если нет гаражных частей, я такой думаю, не понял в смысле. Сам запуская карту, у меня всё нормально. Я вам пишу выставить трассу, ну, машину выставить, это, ну, пишу машину, чтобы он выставил какие-то либо. Ну, бывают конфузы, просто из-за того, что разные версии, видать, как-то там ломаются. Я не знаю. У меня таких не было. Это когда запускаешь карту, никаких машин нет, это вот такие и бывают баги. Ну, вот. Поэтому так. Я так думаю, доедем до МАЗа сегодня. Откроем МАЗу и завершим серию. Просто небольшая серия вот сегодня, да, вот совсем решил с утра прям записать. Сегодня монтаж надо сделать этого видео. Монтаж, в принципе, мне недолго делать. Вот. Ну, какие-то, на пониженной, медленно, но уверенно. Вот. Так же, он может написать свои варианты, может какие-то делать обзоры, потому что давным-давно я чуть не делал вроде обзоров. Не помню, когда последний раз делал там обзор, ну, вроде давно я уж не делал ни на какие машины, абсолютно. Может, с ним делать какие-то обзоры. Поедем здесь, потому что тут легче потом доползти до этого уже, до этой машины, поэтому поедем. По красоте, как говорится. А тем более пониженная, не кушает много топлива. Она тем более очень, кстати, эффективна. Вот. И для того, чтобы... Давайте обратно вернемся к серии Россия. Вот. Вот. Серия карт по России, она будет очень долго делаться. Потому что будут использоваться доп. объекты. Не забываем, ребят. Идея, что-то... Где-то, где-то я буду места просто красить с каких-то карт. Поэтому не надо мне там писать. Фу, ты че, украл место. Потому что, ребят, просто я не знал, что уже воткнуть нужно. Я не знаю, что еще. Деревня надо будет придумать. Блин, надо будет... Не знаю, где-то Рев скачать может. Ли сам маму сделать. Ничего, сам могу. Мне главное за бортом поставить и все. Вот, ребят, я очень стараюсь. Также у меня есть телеграм-канал. Но что-то я пока не вижу, чтобы вы на него переходили. Я знаю, что у вас там напишут, что такое не телеграм-канал. Потому что я изменил ссылку. Я изменила название канала. Ну, у меня игрыш как остался вот сейчас. Вот пока на нем буду сидеть. О. О. Потому что пишите, предлагайте какие-то идеи. Может, кто-то хочет у ей карту Сахалин. Ну, карта Сахалин, это имеется в виду карта из Пентарус. Вот. И я ее скачал. При этом я зашел на СТМОС. Хотела ее скачать. Может, там она есть. Потому что я очень хотела. Потому что карта очень красивая. Я так думаю. Пошел. Смотрю. Карта Сахалин для 13.04.15. Я такой думаю. Вау. Ничер. Да себе мне повезло. Я скачиваю. У меня пишет. Это. Сахалин версия 1. Неверный фал. Я такой думаю. У меня что на Е короче начнет. Ну. Такой понял, что меня на Е жестко. Ну, просто на Е. Ну, я такой думаю. Типа на Е. Ну, куда это такое? Ну, вот что. Зачем на Е? Люди, да. Люди хотели скачать карту. А их на Е. Если ты, автор, смотришь этой карты. А сделала, может ты сделала все-таки для 13.04.15. Оптимизируешь под 13.04.15. Я скачаю, покатаюсь, повеселюсь на этой карте. Я думаю, будет очень классно. Вот. Так же не забавим, что. Видео будут стараться делать очень часто. Вот. И очень долго будут. И почему у меня теперь одно видео в день? Да потому что, чтобы отмонтировать видео, фул ходи. И вам еще и в 60 FPS. Ты еще попробуй такое сделать. Потому что, грубо говоря, чтобы отмонтировать мне в 60 FPS, фул ходи в 60 FPS, вот, час видео, мне потребовалось 5 часов для монтажа. Посчитайте, вот, сколько понравится для этого видео. Мне так кажется, часик. Мне так кажется, так и будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай-давай-да-мазурика. А-а-а. Фух. Да ё-моё, лови эту машину. Ну что? Вот она, Годзилла всех морей. А именно, Маза. Второй или первый, я никогда не могу их нормально запомнить. Модель Е7310 доступна. Ты, блин, давай. А-а-а. А. Да, и сейчас посмотрим, что это за тачка. Что это за тачанка у нас. Ух ты. Ой. Ой-ой-ой, не надо, не лагай, дядя. Хватит. Хватит мы с этими подлавленными уже. Ну, давай посмотрим, что за машина. Ну, машина, видно, суровее. Маза, видно, что очень суровый. Давай глянем. А. Дохлый. Понятно. Можем в гараж, конечно, телепортировать, но пусть здесь останется. Ну что, ребят, могу сказать. На этом всё. Спасибо за просмотр. До встречи, удачи. Наверное, и пока. Ещё, ещё, ещё. Вот. Ну, в следующей серии, я так думаю, мы с вами откроем... Вот это, я думаю. Может, где-то и гараж найдём. Ну, гараж вот, если что, вот здесь где-то, вот примерно, вот в этом. Вот здесь где-то. И он где-то посередине карты. Вот. Откроем ещё карту, посмотрим, есть ли какие-то машины. Вот найдём ГАМАЗ, МАЗ, ещё один. В общем, ребят, пишите, если вам очень понравилось видео. Если вообще категорически мне кому не понравилось, то и нафиг я снимать не буду. Вот. Поэтому зависит от ваших лайков, от вашей поддержки. И ненавязчиво ставьте лайки. Вот ненавязчиво. Понимаете, вот прям ставьте. И, знаете, вот поставили просто луик. Это мне помогает, во-первых, понять, что вам интересно. А, во-вторых, что видно, что очень хотят зрители увидеть от меня эту карту. Вот. В общем, сегодня в этой серии мы нашли МАЗ. Мы посмотрели, как едет Урал на пониженной. Всё очень мне прям понравилось. Урал хорошо ехал, не дёргался, не брыкался. В принципе, я могу сказать, что сегодня хорошо всё прошло. Без каких-то либо проблем. Машину мы нашли довольно-таки легко. Всё. Всё, что хотел я вам сказал. Не забывайте переходить на СТМОЗ. Там также отменять карты. Можете скачать их и погонять на них. На этом всё. Спасибо за просмотр. До встречи. Удачи. И пока-пока.